Для оказания срочной помощи сельскому хозяйству страны правительство Молдовы подписало соглашение о финансировании с Международной Ассоциацией Развития, входящей в группу Всемирного Банка 29 мая 2013 года. Надо, чтобы государство создало условия для рентабельного ведения хозяйства. А так как государство не подключается, иностранные эти, будем говорить, покупатели, грабители, они нам никогда не дадут заработать. Республика Молдова получила в качестве кредита 10 миллионов долларов США для устранения пагубных последствий засухи 2012 года. 1,6 миллиона долларов будут распределены дополнительно к 38 миллионам лей, выданным для компенсации потерь пшеницы в прошлом году и 7,4 миллиона долларов США для возмещения потерь кукуруза в 2012. Мы проводим семинар на уровне района, и затем наши консультанты в 10 селах проведут эти семинары в своих селах. Значит, были выпущены буклеты, которые мы сегодня раздаем. Эти буклеты будут розданы как участникам районного семинара, так и в селах. Будет очень много выпущено плакатов, которые будут развешены во всех местах. И поэтому я прошу сельхозпроизводителей не откладывать долгий ящик, а обратиться как можно быстрее. В рамках заявленного проекта претендовать на частичную компенсацию расходов, понесенных при посеве зимой пшеницы в 2012 году и кукурузы весной 2013 года, могут те сельхозпроизводители, которые проживают на территории страны, за исключением Бричанского, Денецкого и Дрокевского районов, ввиду отсутствия у них засухи. Чтобы получить выделяемые средства, минимальная неделимая площадь, засеянная кукурузой, должна составлять не менее 0,5 гектара. То есть те, кто отчитали, что у них потери больше, получают больше в этом году. Те, кто отчитали, что у них потери меньше, у них как бы сумма меньше. Тараклийский район находится рядом с Чадерлунгой, они вообще не получают, потому что по их данным процент потерь был меньше 35%. Предоставление денежных субсидий фермерам, пострадавшим от засухи, внедряется агентством по интервенциям платежам в области сельского хозяйства. В целях обеспечения прозрачности в процессе выделения компенсации сельхозпредпринимателям в этом проекте будет внедрен механизм рассмотрения претензий и жалоб.